Одно из поставленных главой государства задач в плане нации 100 конкретных шагов является широкое применение упрощенного судопроизводства и примирительных процедур. В частности, необходимость внедрения института медиации и совершения исполнительной надписи нотариусом. Здравствуйте, я Жанна Аман, и сегодня в деталях мы расскажем о том, что представляет из себя исполнительная надпись нотариуса и кто в каких случаях может к ней прибегнуть. Юрист одного из столичных предприятий Марат Саторкулов рассказывает о ситуации, которая происходила хотя бы раз в истории существования любой из компаний. Подвел поставщик, получил деньги за товар, а свою часть договора так и не выполнил. Наша компания заключила договор купли-продажи саженцев у юридического лица, предоставила оплату в адрес поставщика в размере 2 миллионов 200 тысяч тенге, это практически составляло 100% от суммы договора. В свою очередь, в обусловленный договором срока наш поставщик, к сожалению, не исполнил свои обязательства, мотивировал это тем, что денежные средства, полученные от нас, он уже истратил на другие нужды, в то же время саженцев у него нет. Так появился конфликт. Вполне оправданно, что в такой ситуации люди видят один выход – судебное разбирательство. И чаще всего так и происходит. Сторона, считающая себя пострадавшей, обращается в суд, чтобы добиться справедливости. Однако на сегодняшний день суд – это далеко не единственная возможность для разрешения подобного рода конфликтов. И информацию об альтернативных методах решения спора можно получить сегодня в том же суде. Закон о нотариате гражданско-проциальное законодательство предусматривает такой порядок взыскания сумм по бесспорным требованиям, как исполнение нотариальной надписи, исполнительной надписи нотариусами. Любой нотариус Республики Казахстан наделен правом совершать исполнительную надпись по требованиям бесспорного характера. На сегодняшний день в судах города Астаны и города Алматы стартовал пилотный проект по взаимодействию между судами и нотариатом для внедрения и расширения применения нотариальной исполнительной надписи. Кроме того, в судах в рамках того же пилотного проекта открылись кабинеты частных нотариусов, к услугам которых может прибегнуть любой желающий. Для чего был внедрен данный пилотный проект и какую он преследует цель? В первую очередь это информирование населения о преимуществах обращения к нотариусам за совершением исполнительной надписи. На сегодняшний день, к сожалению, население достаточно не информировано о плюсах и о тех возможностях, которые предоставляет данный институт, несмотря на то, что законодательно данный институт действует уже более одного года. Узнать о преимуществах исполнительной надписи и о том, почему пока что ее применение не так широко распространено, как хотелось бы, мы попытались у одного из частных нотариусов. Оказалось, что несущественный процент обращения граждан за этой услугой кроется все-таки в низкой информированности населения. Для того, чтобы нотариус совершил исполнительную надпись, нужно предоставить документ, подтверждающий бесспорную задолженность, чтобы срок исковой давности не истек, это три года, и по данному факту нет судебного спора. Взыскатель нотариусу может подать заявление любому нотариусу, вне зависимости от места проживания взыскателя и должника. Здесь нет требований к территориальности. Заявитель нотариусу должен предоставить все реквизиты, как взыскателя, так и должника, сообщить местонахождение или место жительства должника. Перечень требований, которые являются основанием для совершения исполнительной надписи, предусмотрен в законодательстве о нотариате. Можно сказать, что данный перечень аналогичен требованиям, по которым выносится судебный приказ и устанавливается под пунктами 1, 2, 3, 4, 10, 11 и 17 ст. 135 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан. В их числе обязательства по нотариально удостоверенной сделке, письменной сделке, договорам купли-продажи, найма, поставке, договору услуг, аренды, взысканию алиментов на несовершеннолетних детей, не связанных с установлением отцовства и так далее. Когда нотариус принимает заявление о совершении исполнительной надписи от физического лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица без печати, удостоверяет подлинность подписи, регистрирует в реестре нотариальных действий, а также в журнале входящей корреспонденции. Когда нотариус принимает заявление от юридического лица, естественно, он проверяет правоспособность юридического лица, полномочия должностного лица, полномочия первого руководителя, лица ответственны за подачу этого заявления. После проверки всего представленного пакета документов нотариус совершает саму процедуру исполнительной надписи, которая в среднем занимает не больше 30 минут. Если сравнить это со сроками судебного производства, разница колоссальная, говорит нотариус. После совершения исполнительной надписи взимается оплата. Оплата взимается со статьей 30-1 закона Республики Казахстан о нотариате и 542 налогового кодекса Республики Казахстан. Это полтора МРП. На сегодняшний день эта сумма – 3404 тенге. После совершения исполнительной надписи нотариус копию исполнительной надписи с уведомлением направляет должнику. Если в течение рабочих 10 дней от должника не поступает возражение на предъявленные требования, то нотариус выдает эту исполнительную надпись взыскателю, чтобы он предоставил это к исполнению. Дальше дело за судебными исполнителями. Их обязанность сделать все, чтобы исполнительная надпись была исполнена. Звучит как каламбур. Но шутить здесь никто не будет. Судебный исполнитель может применить и меры принудительного взыскания. Загадат Каспакова как частный судебный исполнитель знает по опыту. Чем больше способов защитить свои права, тем лучше. Законодательство у нас вносит достаточно сейчас хорошие такие изменения, где идут, чтобы люди могли воспользоваться вот этими альтернативными моментами. Ну, вы знаете, сейчас и институт медиации у нас введен, он самостоятельно действует. Сейчас исполнительская надпись может быть видена нотариусом. Это все делается для того, чтобы в досудебном порядке люди могли урегулировать свои спорные вопросы. Я думаю, что со временем люди это начнут практиковать, начнут приходить к этим вещам. Я считаю, что для этого нужно просто больше разъяснительной работы проводить среди людей, чтобы они пользовались именно этим. По словам Загадат Каспаковой, исполнительная надпись ничем не уступает, к примеру, судебному акту, имея такую же законную силу. Больше того, преимущество исполнительной надписи налицо. И прежде всего это касается сроков исполнения, а в конечном итоге – получения взыскателям своих законных требований. Эти исполнения в этой части производятся, как и любого исполнительного документа. Я считаю, что это очень хорошая альтернатива. Во-первых, она реально облегчает работу, лишнюю работу, не дает нагрузку для судов. Суды в этом не делают лишнюю работу. Волокиты нету в судах лишней для того, чтобы туда писать заявление, потом делать соответствующие отметки, получать. Если стороны согласны, они большей части в медиативном порядке разрешают вопрос непосредственно у нотариуса. Поэтому я думаю, что это нововведение является очень приемлемым для простых обывателей, простых людей, граждан нашей республики. Что касается самих обывателей, то для них очень важно, когда есть выбор. Также важно, когда они не несут лишних затрат на то, чтобы вернуть, что причитается по закону, когда не откладывается в долгий ящик то, что восстановит справедливость. По крайней мере, так считает герой нашей программы Марат Сатаркулов. В его истории с недобросовестным поставщиком точка еще не поставлена, долг не возвращен. Но все процедуры, обязывающие к выплате задолженности, уже позади. Причем пройдены они, по словам Марата, достаточно безболезненно и быстро. В принципе, все эти действия, которые мы произвели, они оказались для нас более эффективными, чем бы это было обращение в суд. Конечно же, обратившись в суд, мы тоже могли заключить мировое соглашение в порядке уже теперь судебного разрешения спора. Однако это в любом случае более длительный период. И опять-таки отвлекал бы, так сказать, усилия уже судебных органов. В конечном итоге мы считаем, что мы поступили правильно, обратившись именно к этому пути разрешения спора. Роль медиации в суде, как и во внесудебном порядке, имеет огромное значение. Чем разнообразнее процедуры примирения без непосредственного участия судебных органов, тем больше конфликтов и споров будут разрешены путем обоюдного согласия участников. А это, в свою очередь, будет способствовать стабильности, снижению агрессии и недопонимания в обществе в целом. С вами была Жанна Аман. Смотрите нас каждую неделю на телеканале Хабар 24 и ищите наши выпуски на сайте телеканала. Обо всем самым актуальном и интересном расскажем вам в деталях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова